Девушка, девушка, здрасте, здрасте, здрасте. Я знаю, я просто уверен, вот вы сможете мне помочь. Я в этом абсолютно уверен. Я извиняюсь, но я очень тороплюсь, я не могу. Вы не понимаете, это дело жизни и смерти. Ну, ну, ну если только действительно дело жизни и смерти. Серьезно, серьезно, пойдемте. Дело-то такое, я встретил, значит, девушку, девушку своей мечты. Ну, знаете, как это бывает, да? Вот я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Ну, догадываюсь. Вот. В общем, я хочу на ней жениться. Похвально. Естественно. Только я это, я сам буду все организовывать, все сам буду организовывать, я не хочу ее утруждать. А я-то при чем? Ну, вы прям как она, понимаете? Вы как она прям. Платье померите, пожалуйста. Не знаю, почему я так прониклась доверием к этому парню, но отступать уже некуда. Итак, примерка наша начнется с самого популярного фасона. Рыбка. Раз уж мы с твоей избранницей похожи, то это для нее стопроцентный вариант. На округлые бедра можно и нужно ставить акцент. Только потом затяните корсет потуже, чтобы выделить талию. Но я не знаю, как твоей любимой, а мне уж больно нравятся свадебные платья с нескромно длинным шлейфом. Если невеста твоя скромная, то наряди ее в платье в греческом стиле. Потом на море махнете, наверное. Вот там и будет в нем фотографироваться. Мужчина, а у вас невеста, я извиняюсь, блондинка или брюнетка? Просто нужно букетик подобрать, а это под цвет волос делать надо. Ну она, это, как вы, короче, вылитая. Я так понимаю, где-то мой двойник ходит. Ну да ладно, моей близняшке подбери букет в светлых тонах. Он оттенит ее цвет волос. Кстати, букетик этот не простой, а интересный. Сделан он из атласа, искусственных цветов и различной фурнитуры. Не завянет, не сломается. Заодно и выделит твою невесту из множества других благовещенских красавиц. А еще, а еще, я хочу с ней семейное дерево посадить. Вот. И? Ну надо же отрепетировать как-то этот момент. Я разнервничаюсь, там лопату сломаю, незначай. Молодой человек, я вообще-то тороплюсь. Ну это же дело жизни и смерти. Раз жизни и смерти, ну пошли. Это уже попахивает подставой какой-то, но деваться некуда. Отрепетируем, посадим, польем. Традиция эта появилась в Древней Руси и символизировала начало семейной жизни, благополучия и счастья в доме. Постепенно к дереву любви подсаживали новые деревья после рождения. А почему здесь мое имя? Да ладно! Вас тоже Дарьей зовут? Вот это совпадение! Фух! Бывает. Ничего не понимаю. Зато много чего еще знаю про этот ритуал. В наше время дерево можно посадить не только молодоженам. Выпускники, друзья, сослуживцы, да кто угодно может увековечить что-то важное для себя. И в дальнейшем навещать дерево, смотреть, как оно растет и крепнет. Кстати, по поводу увековечить. Есть еще один вариант для этого странного мужчины и его пассии. Из новинок в свадебном мире появилась такая вещь, как закладка именной или фамильной плиты. Ее можно заложить в городском парке. Эта церемония очень торжественная. То есть проходит все это торжественно. Вы закладываете свою либо свадебную плиту с именами молодоженов, либо можете заложить именную звезду в случае юбилея, дня рождения или какого-то другого события. А можно кое о чем вас еще попросить? О чем? Ну, такое дело как бы... Молодой человек, вы что такое говорите, а? Да вы не понимаете, это дело жизни и смерти. Понимаю, идиотизм ситуации. Но как откажешь человеку, когда и правда нужно все отрепетировать? Да к тому же всех бы так встречали из роддома. Вон как светится, шарики в ручонке сжимает. В наше время этот яркий момент в жизни можно и нужно украшать. Можно даже фототорт заказать с изображением счастливого семейства. И полет фантазии в этом деле не нужно останавливать. А вот объяснить мне, что же все-таки происходит, желательно. Ну все, мы теперь настоящая семья. Считай, платье померила, дерево посадила, ребятюшку мне вон родила. Поехали домой, я хочу борщ. Что? Что-то мне кажется, Дарью дежурную по рубрике где-то обманули. Какой борщ?